Честно, не помню даже. Я помню, что я пошел в туфлях, в свитере и в брюках с большим букетом цветов. Больше ничего не помню. Было очень празднично, очень волнительно. Ну, что еще сказать. Праздник, конечно, большой был. И сейчас даже чувствуешь праздник. Вот внучка пошла в школу, сегодня ночью, всю ночь душа дотрепещала. И ушла, все, хорошо. Ну, хотелось бы снова сесть в первый раз. Да, да, с удовольствием бы. Не помню, не помню. Я пошел, я пошел уже до войны, пошел-то, но не помню, как пошел. Если честно, я не помню первый класс. А сегодня у нас праздник в семье. У меня, у сестры, внук пошел первый класс. Я иду их поздравлять. Ребята, это было 43 года назад. Не знаю, цветы, линейка, то есть как бы, как обучено. Праздничный был? Ну, естественно, да. А вот какие чувства, возможно, были у вас? Страх, радость? Страха точно не было. Радости, ну, не знаю, наверное, может, радость была. Было больно давно уже. Мама отвела 1 сентября. Ну, естественно, банты, цветы, волнение. Все присутствовало, как у всех. В разные годы празднование первого осеннего праздника было разным. Неизменно лишь одно. Торжественная атмосфера и радостные лица школьников и их родителей. Белая рубашка, большой портфель и, конечно же, букет гладиолусов. Именно таким 20 лет назад меня встретила родная четвертая школа. Тогда школа для меня была чем-то новым, неизвестным и даже немного пугающим. Но волнение прошло, и сев за парту, я понял, начинается новый виток моей жизни. А потом были долгие годы обучения, госэкзамены. Но самый первый и самый значимый день моей жизни до сих пор в моей памяти. Андрей Жилин, Максим Колосов. Новости провинции.